Песня Аллы Борисовны к этому произведению не имеет никакого отношения. Да и сам шут, пожалуй, тоже забрел из другой сказки. Клуб молодых инвалидов Грани представил публике свой новый спектакль под названием «Не совсем бременские музыканты». Для ребят это уже 16-я по счету постановка и, пожалуй, самая смелая и экспериментальная. Основа все-таки бременские музыканты. Когда мы начали репетировать, мы поняли, что как-то петь детские песни, хотя, конечно, они вообще замечательные, прекрасные, песни в лотку, мы все-таки решили немножко разбавить, нутку современности внести в этот спектакль, поэтому это не совсем бременские. Репетиции шли 7 месяцев, оттачивали каждое слово, каждый жест. Своими руками делали декорации, шили костюмы. Часть нарядов реставрировали. Несколько лет назад списанные вещи подарил ребятам Муз-театр. Екатерине костюм шила мама. Она в длинной юбке и мехах, как и положено настоящей катаманше. Главное над разбойникой. Очень эмоциональная роль такая. Очень такая, но она в то же время жестокая роль, но в то же время веселая роль. Это история про верных друзей, глупого короля и настоящую любовь молодого трубадура и красавицы-принцессы. Добрые и хорошие, наверное. Ласковые, наверное. И красивые. Дополнив всеми любимое произведение с современными композициями, Грани показали не просто спектакль, а целый мюзикл. Соло со сцены исполнил практически каждый актер. Этот спектакль до грани можно считать настоящим прорывом. Впервые ребята на сцене одни, все мамы за кулисами. 18 особенных молодых людей справились на отлично. Не сыграли, прожили, как умеют только они, искренне и по-настоящему. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.